Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители канала «Про цветок». Мы находимся сегодня в старом саду, яблоневом, заброшенный сад. Сейчас нашлись новые хозяева ему, и мы поговорим с вами на тему почвы утомления. Что делать в этом саду и как его рекультивировать, если вы задались целью обновить сад, и если оставить деревья, то как рекультивировать землю, чтобы условно оживить ее? Вы видите, что под деревьями сформировалась определенная растительность. Вы видите, что у нас здесь на лицо присутствуют растения-показатели кислой почвы. Конский щавель – это набу-ван, который указывает на это. И что делать с этим садом? Все высшие растения выделяют фитонциды и колины. Колины – это вещества, выделяемые корневой системой почвы, которые отравляют определенные виды нежелательные. Допустим, в этом случае большинство яблоневых деревьев нежелательные для яблони. И выживают растения только те, которые в относительной симбиозе существуют. Что интересно, что для почвы утомления, когда растут еще какие-то другие растения, которые сожительствуют в этом цинозе, это даже лучше, они несколько эту проблему снимают. Но тем не менее, если мы, допустим, захотим полностью демонтировать этот сад, срежем все эти деревья, поудаляем их, то сюда-назад мы прийти с высадкой яблони сможем в лучшем случае только через два года, если мы будем активно рекультивировать эту землю. Если мы не будем интенсивно ее рекультивировать, а оставим самотек, нам нужно, чтобы прошло 5 лет. Только за 5 лет почвенный комплекс возобновится, и все такие нежелательные последствия выделения именно коленов, яблони, они как бы размоются, и произойдет возобновление. Микроорганизмы тоже выделяют вещества, но это уже антибиотики, и маразмины называются эти вещества. Понимаете, любая система живая, у нас все единство и борьба противоположностей происходит, и каждый борется за свое существование, и каждый чего-то там выделяет. У высших растений есть как патогены для них микроорганизмы, так и наоборот, такие симбиотические, условно-симбиотические. Есть такая группа ассоциативных микроорганизмов, потому что, допустим, корневая система выделяет какие-то сахаристые вещества, и есть ассоциативные, допустим, азотфиксирующие бактерии. Есть фосфатмобилизующие, силикатные бактерии, которые способны высвобождать соответствующие элементы из кристаллических решеток минералов. И вот когда мы сталкиваемся с таким садом, что нам нужно сделать в первую очередь? Понятное дело, что вначале мы наводим порядок, если деревья оставляем, значит, наводим порядок, проводим санитарную обрезку, все. Но первое, что нужно сделать, и это, в общем-то, можно уже потихонечку озадачить с этим вопросом, первое, что нужно делать, снизить кислотность почвенного раствора, да, то есть, поэтому нужно внести известь. В строительных магазинах, везде, где угодно продается гашеная известь, и гашеная известь, вы не сделаете беды, у нас почвы в большинстве своем кислые, и, в общем, расчет какой? 300-400 граммов извести на метр квадратный вам нужно внести. Поэтому закупайте известь, и можете уже потихонечку, корневая система, по сути дела, уже прекратила свою активность, и можете потихонечку вносить известь, ее можно вносить до, ну, я, допустим, делаю, когда чуть-чуть попозже, когда сковывается земля, значит, заморозками, и можно вносить до высоты снега, 20 сантиметров. Почему это делается осенью? Потому что кальций у нас осадочная порода, и с осадками он будет потихонечку-потихонечку промываться, будет, значит, немножечко и подсушивать землю, будет меняться PH среды, автоматически будут погибать те микроорганизмы, для которых это губительно, потому что у каждого микроорганизма есть свой, допустим, диапазон кислотности, в котором он может существовать. Вот, и если так даже вот говорить, да, вы, может, слышали там, и в сказках мы слышали с детства, мертвая вода и живая вода, так вот, мертвая вода – это щелочная вода, вода, имеющая щелочную реакцию, и в щелочной реакции гораздо меньше микроорганизмов, значит, выживает, и поэтому, а вот живая вода, она как раз имеет кислую реакцию, и, значит, вот она оживляющим действием обладает, и нам, чтобы патогенные микроорганизмы, ну, хотя бы нагрузку убить, мы все не убьем, естественно, но снизить патогенную нагрузку мы таким образом можем. Второй этап, что делается обычно, значит, ну, в промышленности, в производстве, вот в таких старых садах, во всяком случае, рекомендую, было бы не очень неплохо продисковать вначале, потом даже оборотными плугами пройтись, потому что, когда, есть такие технологии NUTIL, которые не предполагают отвал вовсе земли, но мы когда-нибудь отдельно на эту тему поговорим, а сейчас я вам скажу про отвальные плуги, дело в том, что есть анаэробные организмы и аэробные, аэробные любят воздух и развиваются на воздухе, а анаэробные, соответственно, без воздуха. И вот большинство патогенных микроорганизмов, они как раз анаэробы, и когда мы отваливаем землю, то мы и структуру разрыхляем, и мы приток воздуха обеспечиваем, ну, и, скажем, создаем некомфортную ситуацию для этих микроорганизмов. Мало того, у нас тогда, значит, выходят корневищные сорняки, потом, значит, можно бородование провести, естественно, на маленьких участках, ну, вот, типа этого участка, 5 соток, это в большинстве случаев делается либо мини-агрегатами, либо вручную, но факт то, что ничего невозможного нет, и главное терпение и труд, все перетрут, и вот таким образом нужно действовать. И потом следующий этап, когда вы уже немножечко оккультурили землю, вы сеете сидераты. Вот моя рекомендация, вот в таких случаях, как бы запущенных, значит, именно высевать за сезон 3 партии сидератов, ну, или хотя бы 2. И вот еще есть такие препараты, я говорила вам уже, что есть почвенные бактерии, да, и у нас есть и ассоциативные микроорганизмы, у нас есть азотобактер, препарат, который разработал Институт почвоведения. У нас есть калийплант, по-моему, называется, это тоже Институт почвоведения. Естественно, калий, это будут силикатные бактерии, которые как раз и будут работать с заминерализованным уже калием и будут высвобождать калий. Фосфора и калия у нас, в принципе, в почвах хватает, поэтому не гонитесь. Очень многие покупают фосфорные удобрения, они дорогие, с ними тяжело работать, потому что я уже раньше в ролике говорила, в предыдущих роликах говорила, что фосфора вообще не стоит. Вначале нужно сделать агрохимический анализ, и только по результатам агрохимического анализа. У нас такое бывает в Брестской области и в Гомеле, в Гомельской области. Там песчаная почва, но вот на этих почвах иногда это бывает, но это тоже не очень часто встречается, но только по агрохимическому анализу. Если у вас нормально растут растения на участке, не гонитесь, не делайте лишних движений. А вот азотные удобрения подстегнуть можно немножко. Ну и что касается сидерата, то мои рекомендации такие. Смотрите, ЕМ-технологии есть, ЕМ-препараты типа Байкал. Сейчас вы прочитаете, целая линейка препаратов существует. И вы можете инокуляцию сделать. Что такое инокуляция? То есть вы можете, вот семена ваших сидератов, которые вы собираетесь высеять, вы берете какую-то плошку и просто смачиваете этими препаратами. И чуть-чуть обсушиваете их до воздушно-сухого состояния. То есть они слегка-слегка увлажнены. И вот в таком увлажненном состоянии сеять. И вы таким образом сразу привнесете ту микрофлору, которая нужна. Семена вы будете заделывать. Очень многие бактериальные препараты, почему с ними достаточно сложно работать, потому что большинство из них, ну это микроорганизмы, и они на открытом солнечном свету погибают. И вот инокуляция семян – это один из лучших способов сберечь все необходимое. Потому что вы высеяли, тут же заделали. И лучше, конечно, это делать в пасмурную погоду. Как еще можно сделать? Ну я, допустим, в своей практике работала с BPF препаратом. Это китайский препарат. Он комплексный, но в основном там преобладали как раз силикатными бактериями. Мы, значит, вносили в плодовый сад. Вначале мы закладывали его с этим препаратом. И мы тогда просто обрабатывали корневую систему. То есть мы саженцы замачивали в растворе препарата, высаживали в пасмурную погоду. Но нужно, то есть это же не аборигенные наши виды, это селектированные микроорганизмы, которые собирались в общем-то в различных регионах и Китая, и Японии. Ну и в общем там тайны за семью печатями. Как и какие штаммы, они не пишут на этикетках, какие штаммы бактерии у них там присутствуют. Но тем не менее препарат работает, работает очень хорошо. Но аборигенные виды его вытесняют. И раз в два года, они даже рекомендации такие дают, что раз в два года нужно возобновлять. И вот как в плодовое дерево, ну как добавить? Мы немножечко приоткрывали землю, значит, в радиусе кроны. И проливали, и можно еще делать такие, как дрены, садовые буры есть небольшого диаметра. Можно такие, как дрены, по-другому его не назовешь. И в эту дрену можно просто вливать препарат. Он есть, ну все препараты. У нас очень много, целая линейка разработана препаратов с триходермой. Дает великолепные результаты. Есть бацилюс, я даже не буду дальше там видовые названия. Бацилюс, субтилюс и другие штаммы бактерии более активные, они селектированы, они для этого подобраны. Но вы знаете, что у нас эти препараты есть. Вы заходите на сайт институтов, микробиологии, почвоведения, потом ботаники, ну различные институты, которые работают в этом направлении. Но факт то, что если вы хотите получить живую экосистему, землю вам нужно оживить. И вот первое, что вы делаете, снижаете кислотность почвенного раствора, значит, рыхлите, выравниваете почву, удаляете корневищные сорняки, потому что это такая серьезная задача. И потом оживляете почвенную биоту вот таким образом. То есть вы высеваете седираты для того, чтобы повысить гумусированность и очистить от патогенных организмов, потому что седиральные травы, они как бы отбирались, человеком осознанны для того, чтобы оздоровить и припочвенные, скажем, слои, и поверхность почвы, и внутри почвы. Ну, в общем, вот таким образом можно действовать. И высаживая растения тоже, когда вы возобновляете посадки, то тоже можете обрабатывать корневую систему. У нас есть еще препараты, разработка наших ученых, адресованные. Вначале была для космических целей. Космонавты очень долго находятся на орбитальных станциях. И для того, чтобы растения могли в условиях невесомости, в условиях закрытого грунта нормально развиваться, был разработан такой препарат, как РитГроу. Сейчас целая линейка присутствует из космоса, скажем, пришли уже широко на поля. Эта разработка активно пользуются даже Арабские Эмираты. Закупили, и наши ученые там работали. Теперь в Африке очень многие страны применяют. И в Африке у нас развивается интенсификация какая-то сельского хозяйства. Уже начало происходить. То есть какие-то подвижки в бесплодных пустынях. Начинают существовать целые фитокомплексы. Ну и в общем-то нам нужно тоже как бы пользоваться разработкой наших ученых и не отставать как бы в развитии. Ну вот на этом, собственно говоря, все. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. До следующих встреч и с наилучшими пожеланиями. И еще раз напоминаю, что осень – самая лучшая пора для проведения известкования. Ну и подумайте об этом. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok